всем привет с вами кейн добро пожаловать в следующую серию прохождение сноураннера выполнил я сейчас доп задачи который я уже как бы заранее подготовил да кстати сейчас кое-что вот так будет более правильно то есть нет подожди пригнала я сюда кучу техники но надо мне она для выполнения задач поэтому все нормально давно и на хране не ездил по-моему я и так ставлю их но оба теперь пересаживаемся хорошо что-то я не могу пересесть не помогу понять по каким причинам все нормально пересели так заезжал и в общем то оттуда вот думаю здесь эту ооо 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 оооо надо же ну к камне а ну думал проехать там через угроб но видимо есть какие-то трудности есть какие-то трудности кран кстати нам нужен и нам нужно его тоже перевести через угроб что кстати я думал будет немножечко проще но но все равно пройдем и так же я сниму основное задание скажем так основную кампанию в этой части карты не так сейчас переседу я уже подготовил все это то есть принял сюда тяжелый грузовик с высоким седлом поскольку для задания требуется именно высокое седло а у меня здесь есть два тягача с низким седлом поэтому пришлось еще чуть-чуть подготовиться и подогнать еще в общем ладно кран то может застрять и перевернуться поэтому там выйдем мы по-моему все равно ну здесь снег как бы меньше или не знаю проходимость короче здесь лучше поэтому вернусь я так чуть-чуть крюк сделаю кран просто нужен нужен будет для выполнения следующего доп задания на этой же карте затем мы перейдем на другую карту там тоже будет какое-то я хочу перейти в северный порт выполнить там задачки поскольку они потом после выполнения откроется следующие то есть которые сейчас закрыты по замков но для этого я думаю уже выполню здесь задание что было как бы меньше возвратом туда-сюда только блин не знаю его прицепить за или после еще несет так без цепей а чё ты не хочешь пересаживаться я не понимаю в чем проблема собственно так Субтитры сделал DimaTorzok Так, это манипуляции нужны нам? А почему? А, то есть даже так? Ни хрена себе Ну ладно, придется торбанить отдельно Хотя, в принципе, подожди Какой-то бред, короче Видимо, там нету этого фаркопа или как его Место этого для зацепа О, на мать Тогда мы сделаем еще по-другому Но это будет более такой опасный Все, двигатель запустился Поехали Хотел я кран, чтобы был сзади, чтобы тащить его А придется все наоборот Но просто тут вот Склон есть И кран без цепей Но с грязевыми шинами Вот так он просто скользит Сейчас Ёлы-палы Бак Бак можно повредить Так Так, ну главное Груз мы не потеряли Блин, ну этот камень Слушайте Зараза такая Походу он только что отпал Короче Доехать нам нужно вот сюда Тут, то есть Недалеко Затем Прямо оттуда же Выполним Следующее Доп-задание 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 кран кстати с хорошим таким мощным двигателем то есть поставил кстати это я как бы погорячился зря сделал но проходимость у крана по резиду очень хорошее но в принципе такой ответили мы не нужен поскольку расход топлива высокий и он когда одета в газе и в сугробе там состряет то когда с него вы еще очень сильный резко дергает машину вперед и может перевернуть просто следовать это на склонник поэтому я как бы после этой после выполнения этих заданий поставлю обратно стандартный двигатель поскольку крану не нужен такой двигатель мощный а применяю этот розовик только в основном для крана не меняю модуль кузова то есть чисто кран все проходимость у него просто хорошие то есть у него есть подключаемый передний привод резина грязевая последние ну цепи можно поставить чему цепи это чисто для аляски чисто по льду то есть ну для крана который просто перемещается сам по себе то есть без всяких грузов там и тому подобного не вижу какого-то особого смысла в этом можно застрять вдвоем в цепке в цепке ну отлично блин, вот опять он разгоняется так хорошо потом где-то раз и все эти бочки здесь стоят не просто так в прошлый раз я зафейлил и просто тупо удалил их поскольку не понял для чего они стоят тут оказывается, что это не для задания которое просто у меня не отслеживается а без этих бочек то есть выполнить эту задачку не получится надо применять именно краны, именно эти бочки другие бочки взять на заправке и отвезти не получится то есть нужно везти именно эти ну я этого как бы не знал я вообще просто удивился, думаю, откуда они взялись и задачка не отслеживается потому бочки просто тут постоят то есть они как статичный объект получается ну не промаркированный вот стрелочкой такой-то и меня это удивило, думаю, что это за фигня кстати, на счет этой фигни может мне лучше заправиться слушай, я так наверно и сделаю потому что а, вот цепь, вот цепь у меня просто тупо не хватит топлива чтобы выполнить даже это задание ой, господи, что ж тут у меня прикольно я знаю, что это за фигня Играет музыка. Короче, вот так вот. Отлично. Отлично. Погу пересесть? Нет. Сюда. А, то есть я что-то вообще не могу теперь пересесть. Странно, но ладно. Либо я с крана просто не могу пересесть, либо вообще что-то где-то залагало. А, если так пересесть? Ага, и так не работает пересесть. Хорошо. Так, ну давай, давай. 5 литров должно хватить. 4 литра, ё-моё. Что за бред, а? А, у тебя мало топлива и потому ты так вот это вот, да? Понял. 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 Да как же... О! Слушай, а так я тебя могу подтащить сюда? Если я тебя вот так вот зацеплю. А, могу то есть. Всё. Вот так вот. Отлично. Заправить. О! Ну, то есть, когда мало топлива, он, в общем, вообще может даже и не поехать. Я думал, он где-то застрял, а, оказывается, просто недостаток топлива. Ну, теперь мы всё исправили. Блин, эти дурацкие пинти, вот они... Как камни на дороге, так вот эти вот и пиньки. Какого чёрта вот оно делает прям посредине? О! И уровень повысили, отлично. Теперь следующая задача. Продолжаем выполнять. Да, вот для чего кран был нужен для выполнения этой задачи. То есть, нужно было погрузить эти бочки именно на... Ну, с помощью крана. Так, вот мы и доехали. Здесь уже стоит подготовленный мною... Катерпилы с досками. Которые привёз недалеко от лесопилки. Так, бочки. Отлично. А, кстати, а так я пересяду. Походу, нет. Ладно. Доски. Получаем деньги и опыт. Всё. Так, и... Ну, остаётся только вот это вот. Здесь... Короче, нужно оттащить скаут отсюда. Вот сюда. Не вижу в этом сильно большого интереса. Тем более, с учётом того, что я подготовил кое-что более интересное. Да. Именно это. Вот. Есть основное задание. По-моему, это. Не это, подождите. Вот это, по-моему, да? Да, вот требование высокого седла. Вот. Принять. Хорошо. Отлично. И мы потащим эту хрень. Вот это вот громадину. С кучей кобелей. Тросами. А будку это управление, я так понимаю. Но единственный минус в том, что придётся ехать по льду. А тут и есть... Ну, уклоны, склоны. Такие чуть-чуть... Которые будут... Как сказать... Сдвигать нас ближе к обочине. Краю дороги. А... Резина у нас грязевая. Е-мое. Потому что ещё штучка перевернута. Резина сгрязевая. И, то есть... По льду у нас сцепление очень плохое. Ну, у меня тут есть куча техники с цепями на колёсах, которые без труда смогут взять на буксир. Так, нам по дороге просто... А, просто типа по дороге всё. Без труда взять на буксир. И... А мы тут пройдём. Проходим. Не даже. И просто... И просто... Тащите... Всё это технику за собой на сцепке. Думаю, что задание можно пройти без всякого труда. Пока что. Единственное, что... Там есть место, где надо будет заезжать на гору. То есть на гору под... Ну, с таким весом. С таким грузом. И такой резиной, которая не будет давать сцепку со льдом. Может, короче... Плохо кончится. Ну, это уже посмотрим. Сейчас доедем. А, да. Вот, кстати, здесь. Это тоже такой участок дороги. Где мы можем просто съехать в воду. Нужно ехать как можно аккуратнее. Не знаю, прицеп будет нести, не будет. Это тоже, что там вроде бы как обычная резина стоит без цепей. А на льду только цепи дают сцепку. Никакая резина там. То есть по бездорожью, по грязи там, по трассе, они на это не влияют. Так, и тут где-то, где конусы стоят... Ага, вот, всё. Это, по-моему, дальше что-то. Или где это? Или это же здесь? Угу. По-моему, это здесь. Только конусы что-то уже тут не стоят. Давай аккуратнее, аккуратнее. Двигатель тут, по-моему, не самый мощный стоит. Не знаю. Он и так вроде хорош в проходимости. То есть даже с такой хренью, в принципе, тащит. Ставить двигатель мощнее пока что не вижу смысла. Просто незачем. Ну, вот здесь вот грязь, снег. И проходимость, то есть этой резины, как раз, ливень для этого, достаточно высока. Но по льду... Это будет полный трэш. Кстати, правильно ли я еду? Ну, правильно. Просто что-то долго так, а? О, вот грязь. Именно такая. Болото. Тут, кстати, можно еще двигателем куда-то въехать. Не, это... Это не сыт, это с другой стороны. То есть можно уехать. Там, видимо, какая-то яма. Под водой ее не видно. Ну, в общем, краном я просто там въехал. А этот, видимо, слишком высокий. Ему-то яма ни почему-то не страшна. Шикарен, шикарен. Просто зверь. И все, да? Угу. Колеса вон дергаются, да? Ну? Никак, да? Вообще. Все, трындец. Хорошо. Я этого, в принципе, и ожидал. О, подожди. Это чуть-чуть не то. Это, вот, нам туда надо. Ай, е-мое, что ж ты? Так, прицеп, конечно, я здесь нашел, но все же я хотел бы его забрать с собой, конечно. Кстати, в принципе, я его то могу и потом забрать, конечно. Нам сейчас главное отбуксировать, добыксировать. Добуксировать. Ни хрена себе. Слушай, слушайте, а мне понравилось. Кошмар. Это был... Это был... Бах такой. В общем, просто тарабаню сейчас с помощью вот этого тягача. Это вездеход у нас. Ну, он все равно как раз нам понадобится на аутовой горе. Вот, да, видно даже этот подъем. То есть, без специальной резины, без степей. Ну, там подняться не получится. В принципе, это и предполагал, но... Сейчас мы это все исправим. Еще беда, кстати, там топлива маловато. Но я думаю, до заправки мы дотянем. Двейтель-то у нас там не слишком. Ну, вот, отлично. Все, поехали. Угу, отлично. Так, мы едем. Подтянем поближе чуть-чуть. Вот так вот. Затем я планирую вернуться за всеми этими прицепами. Просто продавать их. Ну, поувозить их на другую карту. Ну, вернее, в другую область, как бы. И там уже... Ээээ... В этом... В магазине прицепов, получается, только продавать дополнительные деньги. Все-таки. Тем более, в случае чего я все равно их могу обратно, скажу, сумму купить. А уже там, где они мне понадобятся. Ну вот, здесь на такую гору без... Да ладно. Не может быть, что он поднимается сам. Бред какой-то. Не верю. Тут же лед. Ну, наверняка его тащим чуть-чуть. Ну, да ладно. Это, в принципе, не столь важно. Доедем сейчас сюда. Так, а с этого я могу? Что-то не работает эта функция. Я не понял, почему не работает. Ну, хрен с ней. Ладно. В общем, опасный момент мы преодолели. Только единственное, что там на горной реке... Я не знаю, куда и где-то надо ехать. Я не смотрел конечный наш маршрут. Если там это где-то будет в жопе мира, то не неси, не несись. Давай, поворачивай. А то придется нам брать опять-таки же какой-то из этих наших вездеходов и просто буксиром оставлять его. Ну-ну-ну-ну, давай, давай. Либо эта дорога нормальная, либо это не покрыто прям такими льдом. Сколько дальше просто будет нести по ней, скользить. Вот, здесь. По кризючке ничего страшного. А вот по льду все съеду, перевернусь и все, и трындец. Максимально аккуратно. Тихо, тихо, тихо. Ну-ну-ну-ну-ну, давай, 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 давай. Мы почти доехали. Ура! Фух. А-а-а, вот мы отсюда, и нам надо... А-а-а, вон оно че. Да, нам придется здесь проехать по вот этому, чтобы доставить сюда. Поскольку здесь у нас лежат трубы. И задачка с этими трубами, она откроется чуть-чуть позже. Ну, в смысле, можно будет просто открыть этот путь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да ладно, это что, блядь? Просто за бордюрчик чуть-чуть цепануло Колесиком Ну нихера себе Да, а вот теперь мы застряли Охереть можно просто Это как тут проехать, а? Жопа какая-то Субтитры сделал DimaTorzok Капец какой-то Что это за бред вообще? Колесиком наехал на бордюр, там, капец Подвеску оторвало, нахрен А то вот прикинь, оно еще не проедет, да? Это... А как же мне туда-туда доехать-то? Либо эта игра настолько Короче, что-то я не понял В общем, ладно Сейчас что-нибудь придумаю В общем, вот такой вот Нехилый у нас процесс Буксировки Я не могу понять, почему Оно едет туда Короче, сделаю я чуть-чуть по-другому Просто объеду все вокруг Субтитры сделал DimaTorzok 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 Поеду вокруг карты В общем, объехал я Всю карту Вокруг На поворотах Были, да, сложности То есть Повороты слишком Резкие или узенькие Дорожки просто Что, кстати Я, кстати Заметил Дорожки Как для американских дорог Слишком какие-то узенькие Вообще Как просто В какой-то деревне Волухомане просто Там не может быть Такого Чтобы дороги были Такие узкие Мне кажется Там всегда Везде Широкие Такие огромные дороги То есть Просто Что Проехать можно Но тут Как-то Двухполосная Дорога И она какая-то Такая узенькая Что тут просто Ну капец Это мне не верится Конечно В этом Это наверное Разработчики Специально сделали Чтобы не так Было приятно Играть Ну В общем На поворотах Были осложнения На мосту Заезжая на мост Я думал Что тоже Так же Само застряну Но нет Не застрял Плюс там еще Была тоже Труба Вот эта вот Сверху Шла В которую я врезался Такая же Другая Она была выше И то есть Там прошел Вот В нескольких Сантиметрах Но прошел Вот тут все Задачка Как бы сказать Сложная Но Награда за нее В общем Слишком маленькая Тут я вижу Что Ну Минус такой Этой задачки Потому что Награда Вот очень маленькая И опыта И денег Времени затрачено На нее Капец Сколько много Я очень много Времени затратил На то Чтобы просто Объехать Эту всю Херню Вокруг Я кстати Хочу показать На высокое Седло Прицепов То есть Никаких Нету Ну вернее Это просто Прицепы на фаркопы А полуприцепов Никаких нету Все Это только то Что прицепляется Фаркопом Ладно На этом По-моему У меня сегодня Все А нет Я еще хочу Показать Вот Вот Эту Задачку Но это Чуть позже Сейчас Продолжение следует Продолжение следует... Продолжение следует...